всем привет с вами надежда у нас утро солнце в окно это так здорово а еще знаете что солнце так ярко светит в окно что я поняла что у меня грязные окна надо бы их помыть хотя впереди зима но все равно стоило бы их помыть только в такие дни видишь что оказывается окна у тебя грязный араукарию я занесла домой у нее здесь даже сломался почему-то 1 1 веточка я ее скотчем пластырем залепила вот так вот не знаю отпадет не отпадет вот такая вот красавица мне выросла и я думаю теперь поставить объявление для того чтобы ее продать потому что во первых места нет во вторых жизнь такая что за цветами надо смотреть надо мне от них потихонечку избавляться я уже часть отдала продала ну в общем дальше надо дальше мне надо их продавать поставила чайник сейчас чай буду пить вот такая красавица кто помнит я покупала ее в айкеа не знаю наверное года два назад нет не два ну год назад где-то так вот было на маленькая теперь вот такая вот елочка большая это раукари это как я помню единственная хвойная которая растет в теплом жарком климате где точная его родина я не помню хотя читала раньше все об этом в общем это хвойная теплых стран на улице она не выживет сейчас на улице меньше 10 градусов и она просто умрет если его там оставить вот такая красивая елочка занесла ее домой теперь думаю поставить объявление на продажу не только конечно елочку занесла домой и вот эти растения в принципе вот это растение избавился и она прекрасно на улице зимует ничего с ним не случается но вот эти вот два особенно вот это вот оно отомрет на холоде 10 градусов и все и она умирает поэтому может быть зря я их посадила в один горшок потому что одному в принципе на улице нормально а второму вот второй умер также занесла домой вот это вот ведро черное хочу чтобы она высохла еще немножко воды там осталось насыплю туда комбикорма и отправлю в курятник потому что сейчас у меня комбикорм в доме и это очень неудобно носить перепелкам в общем насыплю сюда комбикорм и отнесу в курятник покажу сейчас комбикорм которым кормлю вот такой вот он немецкий комбикорм для курни сушек писали в комментариях что во-первых он крупный но он абсолютно не крупный вы нормально перепелки едят также некоторые комментаторы зрители писали о том что надя если ты кормишь комбикорм да ты же не можешь считать свои яйца экологически чистыми не совсем видимо люди понимают что такое комбикорм комбикорм это комбинированный корм то есть здесь смесь всего перемолотая и сделанная вот в такую вот гранулу это не говорит ни о чем потому что если вы думаете что тот кто кормит зерном это равняется экологичность это абсолютно неправда потому что зерно также может быть на как сказать полито взращено на химии и там может быть химии больше чем комбикорме комбикорм это смесь смесь разных компонентов сейчас я могу вам прочитать что здесь конкретно то есть говорит что комбикорм плохой просто потому что это комбикорм это не понимать вообще что такое комбикорм берут зерна берут компоненты добавки витамины масла и все это перетирают перемалывают и делают такие вот как я вам показала сейчас сейчас я зачитаю компоненты что здесь вышла на свет поближе к свету но не вижу я по-английски тут уже этот это упаковка у меня по двору таскаю и очень долго кальциями живут тут на немецком то что на немецком хорошо написано то что на английском уже потерто так что не прочитаешь ладно когда будет новая упаковка я тогда прочитаю вам нет в общем это я что хотела сказать про конкретно эту фирму и и не рекламирую потому что скорее всего ее не купите там где вы живете вы вообще это не реклама в нем в нем не добавлено никакой гмо потому что по британскому закону если добавлено гмо генетически модифицированное что-либо обычно это соя то что добавляют то она обязательно написано на упаковке потому что по британскому закону тот кто производит яйца неважно какой на размер маленький или большой он имеет право называть свои например яйца до или мясо органик или не называть и это зависит от того имеется ли в составе гмо или нет то есть я как заводчик кур хочу производить экологически чистое то есть органическое это стандарт органик меня тоже спрашивают иногда что такое органик и я имею право знать что в корме есть для того чтобы не обмануть своего так сказать покупателя себя да тот кто выращивает яйца в общем поэтому если есть гмо всегда пишется на упаковке если нет то не пишется что ничего гмо но естественно здесь нет никаких антибиотиков и так далее в общем ответила я про вопрос о комбикорме что комбикорм само понятие комбикорм это не является ни хорошо ни плохо все зависит от того какой комбикорм то что он бывает разный бывает из гмо вернее не бывает а фактически он весь с гмо но вот я который беру он без гмо специально именно это и беру потому что он не гмошный ушла туда где не так ярко потому что на кухне такое яркое солнце прям ослепляет не жалуюсь наоборот хорошо что солнышко сегодня будет наверное надеюсь солнечный день хотя не факт в британии такая такой климат что сейчас солнышко через полчаса может дождик пойти что хотела сказать еще добавить про комбикорм это то что когда я начала вести куриное хозяйство лет 7 назад я столкнулась такой проблемой как куриный комбикорм потому что он весь практически не полностью но почти весь он с добавлением гмо что конкретно там гмо это соя то есть в него кладут сою а может быть какие-то отходы я не знаю соевые или может быть масла соевые и они все в основном гмошный поэтому когда и у меня были куры когда мне нужно было много комбикорма я покупала определенный только в котором нет гмо а вот так зайдешь в магазин на склад или там на сайт он весь из гмо почему не покупаю перепелиный корм который по идее может быть было бы легче перепелкам как-то там заглатывать да хотя в принципе они как я сказала справляется прекрасно с этим комбикормом потому что перепелиный перепелиный комбикорм весь из гмо там нету антибиотиков там нету каких-то там не знаю усилителей роста или еще чего-либо но там есть гмо в принципе не знаю как она сказывается на яйцах понятно что это нехорошо для самой птички как она сказывается на яйцах я не могу сказать поэтому отдыха так сказать подальше как говорится я никогда не брала этот комбикорм лучше буду брать и другой бы без гмо скажем так у нас утром все еще спят а я тут свой чай пью вот тут собачки тоже лежат рядышком и продумываю мой сегодняшний день у меня сегодня выходной но это не значит что я не буду работать это значит что 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 это значит ничего не значит это знаете что мне надо продумать сегодняшний день потому что тоже много дел много работ занятий и так далее я тут приболела немножко уже выздоровела вообще-то сначала с лёша приболел мы стали ходить бассейн без лёши а потом слегли агаша с мишей а потом и я последнюю очередь в общем мы уже наверное как неделю не ходили в бассейн сегодня мне уже намного лучше и может быть через пару дней завтра может быть послезавтра пойдем в бассейн писали также что надя зачем в такое холодное время года в бассейн ходить ну во первых детям нужен спорт нужны занятия движения и так далее это огромное для них удовольствие во первых во вторых то что я плачу за бассейн туда же входит и спортзал спортзал нужен мне и лёши мне нужен спортзал для моей спины также и бассейн мне нужен для моей спины поэтому да конечно холодное время года но ничего не поделаешь надо ходить конечно с машиной это намного легче потому что прыгнул в теплую машину и доехал до дому а на улице на улице холодно ну и третья причина вы сейчас будете смеяться и будете говорить что некоторые будут говорить что я жалуюсь но как я всегда говорю я не жалуюсь я просто рассказываю реалии своей жизни у меня все прекрасно я не давлю на жалость я не прибедняюсь я просто рассказываю как она есть может быть просто люди привыкли что они смотрят блогеров а блогеры там может быть не говорят о каких-то плохих сто сторонах а тока хвастаются хорошими я так не делаю я рассказываю как она есть поэтому про бассейн еще что хочу сказать плачу я определенную сумму туда и она намного меньше чем то что я плачу за скажем так помыться чтобы нам то есть мы используем бассейн спортзал как место где можно всем помыться в теплой горячей воде и поэтому мы дома практически не моемся мы экономим большую сумму вот именно вот так вот когда мы моемся в душевых именно там нежели чем дома вот такая у нас экономия получается мы совмещаем приятное с полезным дети занимаются спортом я лечу свою спину мы все моемся мы экономим деньги в общем 33 удовольствие к тому же у нас семейный такой абонемент там входит бассейн спортзал сауна и даже боулинг все это входит в одну стоимость семейного абонемента и можем всем этим пользоваться нам нравится и по цене выходит очень дешево то есть если отдельно брать все эти вещи отдельно спортзал отдельно бассейн отдельно боулинг и отдельно мыться дома то это будет все намного дороже в общем хочешь жить уме крутиться хочу добавить еще два слова про комбикорм и про яйца абсолютно все яйца в магазине которую вы покупаете не буду говорить за весь мир скажу за британию потому что это я знаю на сто процентов если на них не написано что они органик как я сказала органик это юридическая такая как сказать то есть каждый не может написать на свои упаковки органик это должен быть определенный сертификат для того чтобы то есть сертифицированный продукт если не написано что это органик если написано например что это free range или ничего не написано то будьте уверены на сто процентов что это яйца от кур которые кормились комбикормом с гмо абсолютно точно не буду говорить про гормоны роста там еще какие-то антибиотики конечно же на больших птицефабриках все это присутствует но то что они кормились гмо это прям вот ну 120 процентов только те яйца на которых написано органик только они кормились без гмо если вы зайдете скажем на европейский сайт европейского союза а вот именно а этой сертификации органик да или британский до сайт своим ассоциации по моему она называется то вы увидите те параметры которые они гарантируют когда они выдают сертификат об органичности скажем так о том что продукт является органик это вот как раз один из вот этих пунктов будет это то что они не кормят гмо вы напишите сейчас что это все фикция все можно обойти чисто теоретически знаем человеческую испорченность конечно но все же мы живем в мире в котором хотим мы или не хотим нам приходится кому-то верить и я например лично абсолютно уверена что меня британский производитель не обманывает в том плане что если там нет гмо то его там нет другое дело что есть какие-то компоненты которые вы я бы не стала бы например не хотела бы чтобы они были в яйцах или в мясе они все равно в сертификате органик все равно присутствует это вполне возможно ну знаете как если тебе не нравится выращивай сам и тогда ты будешь точно уверен что это органик но у большинства людей из нас такой опции нет у меня например нет я прихожу в магазин и я беру мясо то которое есть на полке и будьте уверены что сто процентов если там нету этикетки так сказать органик это мясо выращено на гмо запрещено к выращиванию на территории британии но в виде комби корма она завозится это разрешено и весь крупно рогатые скоты птица она вся кормится кормом с добавлением гмо разница в цене между обычной скажем курицей им курица органик она огромная например если целая полная курица будет стоить фунтов 5 обычная то органическая будет стоить 15 фунтов согласитесь разница большая поэтому фермер который выращивает органический продукт он я по крайней мере в это верю что он старается что он ничего не добавляет в эту курицу потому что цена его такая какой смысл я все равно заработаю на этой курице хорошую цену и мне ну незачем обманывать что ли к тому же если фермер обманет он провалит свой сертификат ну и провалит свой бизнес а в британии фермеры бизнес бизнесы сервисы они очень сильно держатся за свою репутацию провалить репутацию это но ты провалишь бизнес не знаю может кто-то рискует но насколько я знаю британцев это все добры добросовестные добросовестные бизнесмены добросовестные люди которые представляют разные сервисы вот например как сервис по выращиванию мясо что касается молока то же самое если она не органик то корова конечно же питалась всяким разным цена на молоко органик не органик тоже большая разница я беру всегда молоко органик просто потому что она на вкус даже вкусней мясо нет я не беру органическое я беру обычная потому что на органическое мясо не хватит никаких зарплат не хватит никаких средств чтобы покупать и органическое мясо нас и много тут человек в доме живет поэтому мясо мы едим достаточно много и если его покупать органическое просто ну надо еще одну зарплату наверное что касается овощей тоже они сертифицируются как органический но их цена тоже как я показывала сейчас точно не скажу по морковке к примеру да я показывала цены сейчас не помню килограмм обычной морковки по моему 40 пенсов а органическая по моему больше фунта там фунт 20 что-то вроде такое кто смотрел мое видео может помнить цену на морковку я ее сейчас точно так не скажу то есть понимаете органические неорганические по цене очень сильно отличается то же самое огурцы например к примеру в то что я вспоминаю например сейчас в этот сезон органических огурцов просто нет что это значит это значит что мы едим салаты огурцы помидоры перцы бананы яблоки все они какие хрен их знает какие они если вас что-то не устраивает выращивайте сами поэтому когда люди пишут мне что-то там по лайка про экологичность хочется всегда задать вопрос товарища ты сам то вообще что кушаешь ты сам так чем вообще питаешься конечно же этот человек который пишет он не выращивает все сам поэтому ну можно копаться в тарелке другого ну заглянив свою тарелку вообще конечно ситуация дурацкая потому что на мой взгляд и самое лучшее было бы выращивать еду самому и я к этому очень стремлюсь и я это очень хочу потому что конечно еда это не вся часть человека но мы состоим из того что едим и поэтому хотелось бы конечно питаться натуральным кроме того что я уверена на сто процентов что житель города это главный производитель мусора это тот существо для которого загрязняется планета уничтожается это главный потребитель всего вот того что производит человечество поэтому если ты живешь в городе ну не конкретно ты я про себя говорю если я живу в городе то я участник этого всего дурдома и хочется конечно из него выйти и не быть участником но эта тема другого разговора если вам интересно мои личные размышления на эту тему пишите в комментариях запишу буду записывать какие-то видео о своих личных размышлениях на разные вот такие вот житейские человеческие темы